Привет, пуля, моя красота! Лила Пуля, у нас с вами новый влог. И хочу начать его с красоты. Мне приехали очень крутые продукты, которые я уже попробовала. Про некоторые расскажу чуть позднее. Сейчас хочу рассказать про продукт, который я для себя открыла. Компания Рише. Все мы знаем их легендарные скрабы. У меня они тоже были. Но они шагнули далеко вперёд в создании косметики. И теперь у них есть отличный уход за лицом. И мне же нужно было отшелушивать свою кожу. Подумала, почему бы не энзимная пудра? И я заказала у Рише их энзимную пудру. Баночка немаленькая. Это энзимная пудра, очень мягкая. Она прекрасно очищает кожу. Причём не травмируя её. Отлично пилингует. Её можно использовать ещё даже дополнительно как маску. Чтобы осветлить акне, постакне. Выровнять тон кожи. Плюс витамин С, который отлично осветляет. И омолаживает кожу. Потому что у нас сразу активируется коллаген и эластин. Но ей можно пилинг делать не только лица, но и кожи головы. Вообще отличный способ очистить кожу головы. И также для тела. Особенно если есть вросшие волоски. Энзимная пудра очень мягко. Всё отшелушивает. И не даёт волоскам врастать. Ну и сегодня я буду отшелушивать свою кожу. Её, кстати, для сухой кожи можно использовать 1-2 раза в неделю. Для жирной и комбинированной можно использовать 3-4 раза в неделю. Но не забывайте, поскольку это всё-таки пилинг, нельзя использовать дополнительно пилинг. Пользоваться очень легко. Нужно на влажную ладонь нанести немножко пудры. Очень классный дозатор здесь. И потом уже влажными руками вот так вот вспенивать. Вспениваем её и наносим на лицо. Круговыми движениями очень мягко. Вот таким образом. Энзимная пудра это самый щадящий способ отшелушивания, но очень эффективный. И после нанесения её нужно смыть просто тёплой водичкой. У меня для этого есть ещё и полотенчик, которым я предварительно снимаю основную массу, а потом умываюсь обычной водой. И это очень крутой способ ухаживать за лицом. Обратите внимание на энзимную пудру от Рише. Ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Молодцы! Я обещала показать Adidas, что я заказала байку вот такую чёрную. Она даже немножко удлинённая, но вот так можно. Нормально смотрится вот с этими штанами. Я вам уже ссылки оставляла на них. И я заказала серые штаны с начёсом. Она не с начёсом, вот эта байка, но здесь двойная нитка. Хлопок чистый. У моего мужа точно такая же, только на байке. И серые штаны Adidas с тремя полосками по бокам. Они с начёсом. Будет очень тепло. Короче, это 42 размер, это тоже 42 размер. Единственное, вот эти штаны, у них ростовка высокая. Ну, то есть на метр семьдесят с копейками будет вообще отлично. Помогатор мой. Достала ещё одно бельё со селька. Спасибо, девочки, за то, что разобрали всё это бельё. Потому что я его поймать не могу. У нас сейчас такое же лежит на кровати. И хочу убрать тёмное и достать только, чтобы два комплекта было светлых. Мне двух комплектов достаточно. Они сейчас быстро сохнут, потому что в квартире очень жарко. У меня это КПБ Милан. Страйп Поплин. Полоса бежевый. Евро один размер. На молнии, на волочке пятьдесят на семьдесят. Прошлое, кстати, бельё здесь на волочке тоже на молнии, но семьдесят на семьдесят. Как я так? Если я кому-то на подарок брала и опростовалась. Ну, короче. Буду ловить ещё это бельё. Это просто великолепный комплект. Так, время пришло уже одевать куртку. Я её, кстати, носила уже не один раз. Классная куртка, которую вам показывала Свалберис. Которую я покупала. И у них же, девочки, я купила ещё одну куртку. Только длинную. Себе, ну, чтобы жопу прикрывала. Потом придёт. Заказывала на Валберис. Жду доставку двадцатого полночаса. Куртец вообще зачётный. Вы даже не представляете, как в ней удобно. Она короткая в машине. Не стесняя движения, можно рулить, махать руками. Непродуваемая. Класс. Девочки, очень рекомендую эту куртку. А сейчас мы с вами пойдём на улицу. У меня уже там живожики, видите, сзади стоят в очереди. Одела их и расскажу вам одну штуку. У нас этот объезд не убирается, мне кажется, вообще. Вот честное слово. Это, кстати, мои ковры лежат, чтобы хотя бы ноги люди вытирали. Гость, давай спускайся. Заказала на Азоне. Спасибо большое, девчонки, вам за ссылки. Пакеты биоразлагами для животных. Если кому интересно, тоже оставлю ссылку. Там, по-моему, 12 рулонов. Очень удобно. Короче, что делают у нас уборщицы? Уборщицы все из Средней Азии. У нас вообще нет уборщиков русских. Что они делают? Они заходят в подъезд вдвоём. Со шваброй постоят. Одна сфотографирует для отчётности. И сваливают. Они не убирают. Также у нас не убирают дворник вообще. Вчера стоял, смотрел, слушал музыку с метро. С метро делал вид, что он что-то делает. Чуть-чуть собрал листья, всё равно грязище. Если честно, у нас двор не убирается, корольцо ни одно не убирается. И если убирается, то раз в две недели. Вот так. Мы на самом деле платим такие деньжища за обслуживание. Ну вот, сколько мы с Аней платим за квартиру, за однокомнатную, за эту. С учётом всего-всего. И у нас не стоят счётчики. У нас общий домовой счётчик. У некоторых стоит в квартире счётчик на воду. Но у нас общий газ, общая вода, там все дела. За квартиру в месяц получается без отопления. Я ещё не знаю, сколько мне придётся отопления. Шесть тысяч рублей, чтобы вы понимали. За свет отдельно. Обслуживание дома, там тоже сумма какая-то просто не... Если честно. Мне кажется, если бы предложили нормальную оплату труда дворникам и техничкам, ну я так их называю, технички, женщины, которые убирают. Или мужчины, какая разница. Если бы предложили нормальную оплату труда, то пошли бы работать нормальные люди и нормально бы убирали. Так как убирают тех, которых нанимают, это просто из рук вон. Вы не представляете, сколько раз мы ругались уже? Это бесполезно. Мне вообще такое впечатление, что управляющая компания в нашем военном городке просто присваивает себе бабло, нанимает за три копейки. Вот они за три копейки так и работают. Хотя, с другой стороны, мы жили сколько у Ксюши в Москве, да? И там тоже, по-моему, из Таджикистана, три дворника во дворе. Чище двора я не видела. Они с самого раннего утра метут, метут. Никогда никаких листьев, никогда мусора в мусорницах. Все чисто. Когда была зима, они чистили этот снег просто со стервенением, чтобы все было чисто, чтобы людям было комфортно ходить. Я не знаю, сколько им там платят, но они работали просто на совесть. Видите, палка о двух концах. У нас херачит дождь. Смотрите, какие желтые деревья. Дубы, березки. У нас тут фонари стоят, видите, да? Ну, так они не светят нифига. Здесь ночью, вечером, вот солнце заходит, здесь можно выколоть себе глаз. У нас с ней горит ни один из этих фонарей. Страшно, капец, просто. Фонари горят только возле домов. А вот эта территория, она не освещается. Так что, когда меня спрашивают, ну, чего так плохо? Тут вообще капец, девочки. Так, у меня тут целый помощник сидит. На минуточку. А я вам решила рассказать про аромабокс. Сайта randewu.ru. Дева для нее. Не знаю, как девам, но мне, как стрельцу, этот аромабокс вообще зашел на ура, кроме одного аромата. Но у меня ассоциация просто с ним не очень. А так, во-первых, очень хорошие парфюмы. Во-вторых, абсолютно практически все носибельны. А в-третьих, отличный способ познакомиться с новыми ароматами. Итак, на сайте randewu у нас продолжаются скидки до 50%. Плюс мой промокод дарит дополнительную скидку на 10%. И суммируется со всеми акциями и скидками. Так что, девчонки, экономьте, пожалуйста, на здоровье. Итак, у нас здесь 8 ароматов. Все в стекле. Больше 35 пшиков. Заявляю официально, потому что мы с вами уже это проверяли. Первый аромат – это у нас Byreda Mixed Emotion. Аромат горько-полыни. Такой прям травянистый, терпкий, очень интересный на осень. Эксцентрик молекулу мандарин 0.1 я уже половину выпушкала, потому что это невероятно приятный цитрусовый аромат, который придает свежести. Вообще прям зачетный. Не знаю, может быть, даже полноразмерочку я себе возьму. Просто понравился безумно. Juliet Has Gun Per Ince. Это свежайшее. Морской бриз, морозное утро, что угодно. Но это очень свежее, свежащее. На каждый день прям зачет. Очень приятный, тонкий аромат. Четвертый у нас LM Parfumes Essential Orchid. Я сегодня его собираюсь наносить перед выходом. Это аромат ванили с цветами. Очень дорого звучит. Просто закачаться можно. И там есть небольшие ягодные нотки. Он безумно сексуальный. А вот кто мне не понравился, это Memo Ilha Domel. Помните, раньше на рынке продавался дезодорант Кобра. Зелененький такой. С черной крышкой. Вот это этот аромат. Вот чисто у меня, я его как только нанесла, даже не на себя, а просто на салфетку, я поняла, что это кому-то достанется, кто любит такие ароматы. Очень приятный Parfumes de Marley de Lina. И это аромат жженого сахара с ванилью, конфетный. Но после того, как он садится уже на кожу, более цветочный. И ваниль уходит вообще на задний план. И пахнет безумно приятно. Вильгельм Парфюмер Дир Доли. Это, знаете, такой аромат для молодых девчонок, потому что он слишком конфетный и слишком простой. Но на каждый день молодым девчонкам университет, где-то прогулки какие-то, школа, ну не знаю. А вот до 25 прям зачет. Изарко Парфюм Минаж от Ройс. Первое, что слышишь, когда его наносишь, это миновозиновая мась. Вот так он пахнет. Но как только вот эти нотки выветриваются, почему они выветриваются очень быстро, остается свежайший запах скошенной травы, огурцов свежих, приправленных цветочками. Так что, девчонки, присмотритесь к этому аромобоксу. Очень надеюсь, что он понравится особенно девам. Но мне, как столицу, зашел вообще на ура. Ссылки в описании. А я, девочки, варю, точнее уже сварила, сейчас буду дербанить кости, холодец говяжий. Нужно еще процедить бульончик, убрать жирок лишний. И все. Смотрите, что получилось из трех ребрышек. И я взяла еще голяшку такую чуть-чуть. Там чуть мяса было. Получится два контейнера с мясом. Мой муж не любит добавок никаких, и желательно вообще убрать жир. Я сейчас шесть раз процеживала этот бульон, чтобы он не был жирным. И еще при помощи салфеток, обычных салфеток, то также убирала жир. Очень удобно. Просто макаешь сверху, и весь жир оседает на салфетке. И что, тут даже соли нет, если честно. Тут только чеснок и говядина с водой. Поскольку бульон варился у меня 4,5 часа, и там были косточки, мне не нужен желатин. Поэтому остается только залить сверху аккуратненько все это дело в равных пропорциях. Вот так. И поставить в холодильник, девчонки. Оно застынет спокойненько. И сегодня уже можно будет кушать. А также сегодня будут куриные котлеты. Причем в куриные котлеты будет добавлен только куриный фарш и яйцо. Ни соли, ни специй, ничего я добавлять не буду. Без масла до золотистой корочки все очень вкусно. И либо салат, либо нарезные овощи. Это паприка, огурчик. И я очень люблю салатные листья. Салат айсберг. Покажу вам наш холодильник. Здесь практически в основном только овощи и фрукты. Это собачий корм. Лучок белый, грибочки. И грибочки еще сегодня буду жарить в сметане, правда. Паприка, морковки целая куча. Даже баклажанчик у меня там лежит. Где-то кабачок. Еще паприка. Паприка это любимый овощ у нас. Вот такой куриный фарш. Обычная петелинка. Салат айсберг. У меня его там несколько. Опять паприка, огурчики. Помидор уже нет. Три помидорина мы ели две недели. Есть паштет, правда, рублевский. Очень вкусный. Я беру вот такую арахисовую пасту. Без сахара. Здесь просто арахис перетертый. Больше ничего. Сольный зерновой хлеб нам как-то с Калининграда привезли. Вот такие шпроты. Девочки уже стоят несколько месяцев. Ну и что там? Бананчики. Куча, девочки. Куча яиц. Просто. Ну и сметана. Там горчичка для вкуса. Авокадо. Холодец-то, конечно, не пп ни разу. Но один раз можно. Тем более там нет соли. Ну, единственное, что он жирный, конечно. Все равно. Это же жирная говядина. Ну, на несколько дней раздербанить можно. Вряд ли я буду его есть. Я люблю холодец пожирнее. С хреном, с чесноком. Желательно свиной. С хлебом, с черным. С горчичкой. Девчули, я вас уже знакомила с моим чудо-очистителем от бренд Фри. И они выпустили новый продукт. Вот такой кислородный чудо-карандаш. Который убирает органические пятна. Особенно, если ваши дети где-то нарисовали ручкой. Все это можно без труда отмыть. Можно чистить одежду, обувь, мебель, ковры. Использовать очень легко. Я уже немножко этого карандаша использовала. Легко освобождается от бумаги. Что нужно? Нужна только горячая вода и сам этот кислородный карандаш. Я вам сегодня покажу несколько применений этого карандаша. Пятна от пота. Вы видите, какие желтые пятна на майке моего мужа. Также на моей кофте Adidas находится шоколадное пятно. И почистим кроссовки моего мужа. Нужна горячая вода. Нужно либо смочить ткань горячей водой. Вот так. И потом уже немножко потереть кислородным карандашом. Температура воды должна быть не менее 50 градусов. Нужно нанести карандаш. И дать постоять минут 15. Потом просто постирать. Можно заметить даже как карандаш пенится. Ну а теперь очередь этого пятна. Нужно намочить и потереть. Вы посмотрите, он на глазах просто растворяется пятно. Главное следовать инструкции. Вы посмотрите, все, пятна нет. Это чудо. И расход, как видите, минимальный. Ну а что касается обуви, немножко неудобно, мне кажется, наносить прям твердый карандаш на подошву. Поэтому я возьму губку, окуну ее в горячую воду, нанесу на нее бренд-фри. Видите, образуется пена. И теперь можно, даже тереть не надо, посмотрите, просто провести. Производитель рекомендует оставлять для воздействия минут на 10-15. Ну и вот, посмотрите, через 5 минут я смыла водой. Посмотрите, какая белая подошва. Класс! Ну что, девочки, постиралась байка. Как видите, никакого пятна. Даже близко. Нет. Все стиралось. Прекрасно. Все беленькое. Обязательно попробуйте это чудо-карандашик. Он действительно отлично работает. Ссылка, как обычно, в описании. Девчонки, завтра очень важный день. Вот эта вся кипа документов. Это все нужно для подачи на гражданство. Ой, божечки, сколько ж я это все собирала. Сколько переводов, сколько ксерокопий, заверений у нотариуса. Каждый документ заверить. Вы не представляете, сколько это денег. Но это необходимо сейчас для меня. Я, наверное, не пьющий человек, но я, наверное, напьюсь. Если у меня примут документы, я, наверное, напьюсь. Потому что столько нервотрепки. Вы даже себе не представляете. А сколько переделок было из-за невнимательности. И ехать мне до туда, чтобы подать документы, 140 километров. Находится аж за Подольском. Называется Сахарова. Я чуть взяла талончик. Сейчас 24 числа. Мало ли кому нужно. Потому что я знаю, что у меня много девчонок смотрит. Кто собирается оформлять вообще вид на жительство и гражданство. Как оказалось. Я даже не думала, что вас столько. 24 числа будет изменение законодательства по поводу принятия гражданства. И вообще оформление документов для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана. И талончики сейчас не выдаются. Но по браку-то можно. Я уже 10 лет замужем. И я взяла талончик именно по браку. Там пакет документов немножко больше. Но ничего страшного. Я все сделала. У меня завтра будет, клянусь, меня завтра будет колотить. Я туда приеду часа за два до подачи. У меня рано утром. Я выйду в 5 утра, чтобы точно приехать, не опоздать. Ой, мужички, как я волнуюсь. Вы не представляете. Мне очень часто пишут, почему вы не снимете квартиру? Чего вы тут живете? На самом деле сейчас так и будет. Мы в любом случае отсюда будем переезжать. Просто не все понимают, что такое сигма квартиры для военнослужащего. И что такое служебное жилье. Вообще, мне кажется, знают об этом только семьи военнослужащих. Чтобы вы понимали, нам нужно сначала эту квартиру отдать обратно государству. Мы должны оформить бумагу, что мы нуждаемся в жилье. Потом подать либо на служебное жилье, которого вряд ли кто-то нам даст в Москве, платятся деньги на съем жилья. Платится не очень много. Меньше половины, наверное, арендной платы в среднем по Москве на одного. Потому что я еще не получила российский паспорт. Когда я получу российский паспорт, сумма немножко увеличится, но не на много, поверьте. И нужно будет добавлять львиную долю на аренду квартиры. Чтобы вы понимали, средняя аренда квартиры официально, чтобы официально все оформить, где-то 65 тысяч рублей. Вы понимаете, что такое 65 тысяч рублей отдавать арендной платы? Божечки! Я к этому морально готовлюсь, потому что у нас на двоих получается очень хорошая сумма. Нам хватит снимать и просто квартиру, так вам скажу. Хватит, и мы как бы этого не особо заметим. Ну, я-то в душе белорус, понимаете, который все складывает в кубышку, в кубышку. Это больно морально для меня столько денег отдавать какому-то дядьке. Когда мне говорят, почему вы не возьмете ипотеку, во-первых, у нас одна ипотека есть. И мы планируем сейчас взять ипотеку точно не в Москве, а хотим еще взять квартиру в Геленджике. Потому что мы туда переедем и будем там жить. Это, так сказать, пенсия такая у нас. В Москве мы уже узнавали, сколько будет ипотека в Москве. Девочки, это баснословные деньги. Это чтобы взять более-менее квартиру в пределах МКАД. Это больше 12 миллионов рублей. В месяц нужно будет отдавать 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей на 20 лет? Вы вообще понимаете, что такое ипотека в Москве? Я даже не рассматриваю этот вариант. Мы, когда его начали рассматривать, мы его сразу пересмотрели и больше не узнавали, потому что нет, мы не согласны и вообще. Какая ипотека. Я лучше такие деньжища буду платить за квартиру в Геленджике. Так она еще и сама себя окупать будет потом, понимаете, когда мы будем ее сдавать. Манька, вот скажи им, особо умным женщинам, как можно такие деньжища отдавать, да? Скажи, мне тогда на корм не будет оставаться, на лечение, да? Кошмар. Да, все верно. Манечка у нас немножко приболел, у нас обострился наш панкреатит. Ну, ничего страшного, лечу. Он без настроения, бедняга. Да. Все разворошили всю кровать с гучом, неудобно лежать. Нет, ну вот посмотрите в эти глаза напротив. Калейдоскоп огней, да? Вот в жалеце, смотрите, жалеце полез. Ой, живот болит. Маня, нам пора пить лекарство, кстати. Еще один. Айц? Нет, ну вы гляньте только. А ты что? Красавец? Так, девчули, прямое включение практически. Я приехала в Сахарова, ехать далеко. Выезжали с Аней, я как раз закинула на работу, в 5.40 утра. У меня такой мандраж внутри, вы даже не представляете. Это огромный, вообще два огромных, просто громаднейших здания. Мой отдельный миграционный центр, а тут еще какая-то хрень. Короче, большая парковка, все как бы круто. Ну и чесать мне от парковки тоже нормально. Я очень надеюсь, боженька, помоги мне, что у меня с первого раза примут документы. Потому что если с первого раза не примут, я разрыдаюсь. Мне кажется, даже если и примут документы, я все равно от радости разрыдаюсь, потому что это круги ада. Когда на себе только прочувствуешь, вот это вот все оформление документов. О, май, ну год. Короче, удачи мне. Девочки, я подалась с первого раза. Вы не представляете, что это такое. Вы даже себе не представляете, что это такое. Так что 3-4 месяца и будет паспорт гражданина Российской Федерации. Я надеюсь.